друзья вы хотели посмотреть как работает компания goodwood и как вообще удается контролировать строительный процесс на самом деле я уже забыл сам как это происходит поэтому давайте пройдемся по отделам посмотрим кто что делает то чем занимается поспрашиваем заодно я вспомню как выглядит мои сотрудники пойдемте на статье подписчики много комментирует у каждого свои какие-то страхи рынок небольшой но есть несколько предложений делаем бомбу по деньгам бьет финансирует как правило мужчина по моей статистике это 50 на 50 на какую сумму ну может быть 50 50 миллионов вот пожалуйста новая линейка будет еще лучше интересуются народ конечно мы об этом практически ничего не говорим потом это все увидят это будет плачевный будем ждать да будем ждать они боятся камеру кстати мы пришли в колл-центр нашей компании вот у нас руководитель носит зайду к тебе вообще зачем нужен колл-центр и что он делает главная функция работы колл-центра это у нас принятие входящих звонков естественно распределение по всей компании вы распределяете конечно и сколько вы сегодня звонков распределили сегодня порядка сорока пятидесяти а вот почему сейчас нет звонков ни одного будем ждать да будем ждать у вас вот мониторы висят для чего они нужны мы видим как работает компания у нас на мониторах каждый офис нижний новгород питер наша плаза баррикадная мы смотрим сотрудники которые у нас сейчас свободно и переключаем звонки на них чтобы время ожидания клиента было сокращено до минимума с первого гудка мы должны снять трубку и непосредственно у нас это все выводится на сайт компании можно посмотреть в реальном времени на сайте компании отлично анастасия руководитель отдела продаж иван ведущий менеджер тоже отдела продаж зеленоград и по моему если не ошибаюсь в прошлом году ты больше всего домов продал да сколько ты заключил договоров в прошлом году точно не скажу ну где-то порядка 30 и наверно пяти и на какую сумму миллионов наверно 160 анастасия скажи пожалуйста зачем нужен отдел продаж что продавать дома вот это поворот зачем она нужна если она ничего не делает конечно чтобы существовала компания во первых а какой процент клиентов вот уже прям приезжает реально готовые купить один процент мы помогаем в первую очередь определить клиенту с материалом с бюджетом иногда с локацией пока ну как правило клиент приезжает он сложно определить какие основные возражения у клиента что вообще тебе приходится подробнее всего рассказывать почему у нас дороже чем у всех остальных потому что мы все-таки работаем в высоком достаточно ценовом сегменте у каждого свои какие-то страхи возможно да сколько процентов клиентов интересуются именно техническими подробностями на что склеены какой шип там какой угол там какая пленка половина точно мы всем предлагаем как правило сходить на производство посмотреть как это все делается с половиной идем например какие-то готовые дома сразу смотреть кто обычно принимает решение муж и жена женщина такой основной толчок это все-таки всегда за женщиной да да финансирует как правило мужчина на скажи просто как у тебя вообще работает менеджер вас в отделе 7 человек а где они куда не все делись кто-то на встрече на выезда отделов продаж у нас получается 4 московских офисов по 7 человек работает в региональных по трое нижний да и санкт-петербург у нас еще есть отдел продаж кстати мы про них иногда забываем это девелопмент да приедем обязательно покажем фламандия никольская и еще там тоже сидят менеджер тоже объясняет тоже что-то делать на искали просто сколько мы продали дома в том году где-то порядка 250 домов средний чек 8 миллионов у нас где-то средний до диапазон наверное от 5 там до 20 да даже бывает и более 20 самый дорогой дом который мы продали порядка 35 наверно у нас сейчас проектируется какой-то спа-комплекс 1000 метров до пойдем к архитекторам как раз спросим так ну теперь мы пойдем в архитектурный отдел после того как клиент пообщался с менеджером по продажам и занес ему определенные деньги он попадает к архитектору архитектор обсуждает с клиентом какой будет дом какого цвета какие там комнаты сколько этажей как он расположен вот это сейчас мы все узнаем пойдемте к ним так ну все пошли друзья и Я залыбалась. Залыбалась? Отлично. Руководитель архитектурного отдела Надежда Ширяева. Натя, расскажи про свой отдел. Сколько людей работает? Архитекторов 10. Дизайнеров? 4. Визуализаторы на аутсорсе? На аутсорсе. Еще партнерское архитектурное бюро. Сколько проектов примерно мы делаем архитектурных в месяц? Мы делаем около 500 проектов в год. Часть это типовые с перепроектированием и часть это индивидуальные проекты. По моей статистике это 50 на 50. Как правило, индивидуальные больше площади? Средняя площадь 350-400, а от и до, наверное, от 150 до 1400. Я, насколько понимаю, проект бывает прям полный-полный, бывает совсем концепция. Когда клиент не очень понимает, что он хочет, тогда мы ему, конечно же, предлагаем такую услугу, как концепция. Это такой набор минимальный по проекту, планировки и визуализации. То есть это образ дома для того, чтобы как-то определиться с тем, какой образ будет будущего дома. Также есть эскизный проект, есть комплексное проектирование, когда все стадии проектирования, в том числе инженерной коммуникации и рабочей документации тоже делаются. Мы стараемся, насколько я понимаю, все-таки комплексно подойти к вопросам, но не всегда это возможно. Иногда надо быстрее-быстрее строить начинать и по ходу... Да, бывает поэтапное проектирование. Какие вот наиболее интересные проекты, работаем над которыми? Вот сейчас достаточно интересный проект, он полностью из камня, но при этом внешне он кажется, что это... Что деревянное. Современное шале, да, что это дерево и штукатурка и камень, но на самом деле конструктив здесь каменный. Трехэтажный дом больше, чем 800 квадратных метров. Да, интересно. Сейчас я делаю авторский архитектурный надзор за церковью, которая у нас строится. У нас есть личный кабинет, где я смотрю отчеты наших сотрудников, инженера технического надзора, и, в общем-то, сравниваю с проектными решениями, которые мы применяли. Вот у меня есть, например, здесь наш проект, да, он в 3D-модели. И здесь я смотрю фотографии готового проекта, ну и, в общем-то, сопоставляю с тем, что у нас в проекте было сделано. Мы не сказали нашим зрителям, что, во-первых, это строится в Москве. Таких объектов у нас не так много, там несколько в год. Ну, здесь достаточно подробные фотографии вместе со всеми узлами, поэтому, в общем-то, я сидю в офисе могу все четко посмотреть. Кстати, интересный кейс, случай здесь произошел, фальцевая кровля, да? Потому что у тебя, я смотрю, в проекте нарисована мягкая черепица? В проекте, да, изначально была мягкая черепица, но там в процессе уже строительства решили перейти на фальцевую кровлю. Я даже слышал, что визуализаторы нарисовали, вот те, которые ты сказал на аутсорсе, они нарисовали фальцевую кровлю зачем-то. Ну, как бы вот, у них такая фантазия. Да, и клиенту очень понравилось. Клиенту сказал, вот хочу так и все. Хочу так и все, да, и мы уже… Ну, это дороже, пройти фальцевой кровли, это все, нет, все. Поэтому мы быстренько переделали в проекте, потому что водосточная система, она немного отличается от стандартной. И все, быстренько показали материал и, в общем-то, уже смонтировали. Юля, привет. Здравствуйте. Надя сказала, что у тебя есть какие-то интересные проекты. Есть немножко. Да. Проект, на котором я сейчас работаю, это концепция в конном клубе «Форсайт». В котором мы были с тобой, кстати. Да, да, все верно. Клуб «Большой» пользуется успехом. Пришли к выводу, что нет места, где люди могли бы заняться спортом, поплавать в спа-процедуру. Выяснилось, что той бани очень мало для людей. Поэтому делается большой центр, где как раз будут спа-процедуры, бассейн и небольшой спортзал. Да, кстати, могу пояснить для наших подписчиков, там такая хитрая история произошла. Ну, я просто с владельцем общался. То, что там приезжают некие люди, снимают эту баню и там в ней отдыхают. Людям, которым надо массаж сделать, такой возможности нет. В этом комплексе уже будет кабинеты, да? Ну, то есть независимое бронирование всего этого. Плюс детская комната, чтобы можно было полноценно всей семьей там. Сколько метров, кстати? 1288. Это на одном этаже? Да. Одноэтажное строение. Там комплексная такая застройка невысокая. И на какой стадии? Концепция. То есть мы это показываем заказчику? Заказчику, да. И примерно. Примерно считаем? Да. Сколько это будет стоить примерно? Ну, может быть, 50, да. 50 миллионов. Вот, пожалуйста. Есть еще один проект в пригороде Алматы. В горах будет комплексная застройка, много домов. Это будет ресторан, дом для хозяина всего этого мероприятия и много-много гостевых домов как раз со своими банями. Основной дом баня. Да. А это дом владельца получается? Да, это дом владельца. А гостевые дома это? Под сдачу. Под сдачу, да? Да. Ясно. И сколько домов всего получается? Порядка 10 домов. У нас пока планируется, будет чуть больше еще нарастать по мере необходимости гостевые. Площадь позволяет. Плюс там рядом планируется горнолыжный курорт, ради чего все это затевается. Люди будут приезжать кататься и отдыхать в этом комплексе. Но подъемники, я надеюсь, не мы делаем? То есть это не наша тема. Ну, вот владелец хочет как раз к этому всему приурочить и совместить. Ясно. Ну, если он закажет, то мы тогда, я думаю, съездим, покатаемся на лыжах. Да. И на какой стадии? Проекты у нас утверждены. Ну, ближайшие месяц-два мы планируем запускать уже стройку. То есть уже решение по этим уже есть? Ну что ж, успехов тебе, спасибо. Счастливо. Саш, привет. Привет, Александр. У тебя, мне кажется, самый интересный отдел, если честно. Ну, причем в недавнем времени он очень стал вдвойне интересным. Да. Расскажи, что он делает, как называется, и потом что-нибудь тебя умное спрошу. Наш отдел называется проектным, потому что мы выпускаем рабочие проекты по всем разделам нашей большой и малой стройке. Это начинается, конечно же, с фундаментов, то есть это железобетонные конструкции. Далее, если комбо-дом, это кирпичная часть, это архитектурно-строительные решения и деревянная часть, то есть конструкции КД. Деревянные, они в данном случае еще подразделяются на несколько этапов. То есть мы делаем брусовые дома, то есть это из клееного бруса, это фахверковая технология. Это новейшая просто технология, наш брус плюс фахверк, которая сейчас просто бомбическая тема. Кстати, спрос есть уже? Народ интересуется? Конечно, уже интересуется народ. В соцсетях вообще там уже все начали дублировать. Я смотрю, там из бревна начинают рубить такой, из кругляка прям. Да-да, я же представляю, да. Ну и различные кровли мы делаем, всевозможные, на разные здания, сооружения и так далее. Плюс еще общественные здания типа, будут плазы, там спортивные комплексы и все остальное. Далее у нас есть вторая часть проектирования, это инженерия. То есть в нее у нас входит отопление, водоснабжение, водоотведение, канализация, электрические сети, слаботочная система. Это тоже еще целый комплекс очень интересной темы, которая также включается в наши дома. Скажи, пожалуйста, сколько людей работает у тебя? На текущий момент 28 человек в проектном отделе. 11 человек по несущим конструкциям и получается 16 человек по инженерии. По несущим конструкциям 11 человек, они же тоже разделяются? Да, они разделяются. То есть у нас есть два конструктора по части КЖ, железобетонные конструкции, архитектурные и строительные решения. Вот 8 конструкторов по деревянным конструкциям. Ну и как бы я руководитель, да? И тоже самое по инженерии. У нас инженеры УВВК, два у нас суперспециалиста по электрике, по основной, по силовой. Они здесь? Да, конечно. Сергей, Евгений, они всегда на месте, онлайн. Еще у нас один по автоматизации. Да, есть по слаботочке, автоматизация, умный дом. Это Алексей, он вообще круто все соединяет, увязывает котельные с бассейном. И еще инженеры ПТО. Да, и также у нас есть инженеры ПТО в проектном отделе, которые считают полностью все материалы на все разделы. Точно, сколько количества, чего уходит. Потому что вот об этом на самом деле очень мало кто понимает вот это. Вообще никто этим не заморачивается. И обычно либо снабжение кучу отправляет, либо самые прорабы что-то заказывают, там остается, не остается. Это у нас в каком-то смысле особая компания, что у нас это направление выделено. Потому что что получается? Архитекторы сделали проект, то есть как это выглядит, все. Потом это переходит к инженерам, которые делают детали. А потом надо из этих деталей каким-то образом, чтобы они попали на стройплощаду. Да, через артикулы, через номенклатуру. Да, да. Потому что одно дело чертеж, а другое дело, что мы должны сами изготовить, что мы должны закупить у поставщиков. И вот когда все это разбито, это уже можно передать снабжение. И вот этот этап, он часто во многих размывается. Ну это ноутку либо прорабам отдается, либо каким-то там подрядчикам. То есть прораб смотрит чертежи и где-то сам думает, да? А это все-таки недостаточно системы. Максим, расскажи, пожалуйста, ты каким разделом занимаешься? Ну на данном этапе я проектирую очень интересный дом. В данном доме присутствует следение «Ласточкин хвост». Скажи, пожалуйста, сколько ты проектов делаешь в месяц? Это от сложности проекта. Ну я понимаю. Если наши СПшки 4-5, а если индивидуальные, вот этим я занимаюсь уже порядка месяца. Он уже оплачен, то есть заказчик уже собирается строить его, да? Да, сто процентов. То есть это не то, что он думает, да? Он уже точно строит. Ты будешь выезжать на стройплощадку? Да, да, мне интересно. Фундамент уже делается или пока нет? Уже сделан. Фундамент готов, весь в снегу, все хорошо? Но он набирает прочность сейчас. Да, да, я понимаю. Значит, это частично в нарезке уже сам брус, а ты там доделываешь кровлю, наверное. Кровлю, да. Какие-то силовые элементы на кровле есть? Какие-то балки там? Есть вальмы, яндовы. Как раз это соединил «Ласточкин хвост». Архитектор решил обойтись вальмовую кровлю сюда поставить. Да, вообще интересный проект. Жилой дом или что-то такое? Это баня. Это баня такая, да? Сколько метров? 242. 242. В одном уровне, да, получается? Да, одноэтажная. Ты проектируешь ОВЭ и ВК. Как это расшифровывается? Отопление, водоснабжение, канализация, вентиляция. И вентиляция, да. Ну и котельное оборудование можно сюда отнести просто. Сколько ты проектов делаешь в месяц? Если проекты типовые, то, наверное, проекты четыре, пять. Из каких этапов состоит работа твоя? Ну, сначала идет получение технического задания, учитывание всех пожеланий заказчика. А что в нем? Ну, в техническом задании мы согласовываем расстановку сантехнических приборов, расстановку отопительных приборов, выбираем вообще, в принципе, систему отопления, какая она будет радиаторная, только теплые полы, там, вентиляция, это только отопление. Выбираем, чем заказчик будет отапливаться. Ну, то есть это газ, там, газгольдер, пилеты, электричество. Ага. То есть очень большой спектр услуг. И, допустим, даем заказчику первоначальную расстановку того, что он захотел. А дальше уже производятся все необходимые расчеты, отрисовка трубопроводов, прорисовка котельного оборудования, расчет спецификаций. Все это оформляется, опять же, отправляется заказчику. Если это утверждается, все, запускается в работу. Чаще всего, насколько я понимаю, мы же в России живем, у нас на газу отопление, да? Да, в большинстве случаев, да. Какая мощность обычно? Допустим, 200 метров дом? Ну, наши средние дома, это где-то 24-28 киловатт ставится котельная. Она оптимальна и для дома, и для бойлера. Там какое-то ограничение, я помню, газовщики 5 кубов в час? 5 кубов, это да, но это приблизительно 50 киловатт. А, 50 киловатт. То есть, если больше 50 киловатт, то там уже, соответственно, другие требования. Там уже проблема. Плиты, кстати, газовые делают обычно или кто как? Уже 50% там газовые, потому что… Потому что не так часто газуют. Газ в Москве хороший, а как бы по области он не такой, как там не так весело горит комфорочка, поэтому просят ставить электрические плиты. Вопрос такой, вот мощность котла как ты рассчитываешь? Мощность котла рассчитывается, соответственно, из теплопотер дома. Учитывается весь конструктив, все несущие элементы, там, окна, брус, какой пирог пола, какой пирог кровли. Все это учитывается в специальной программе. Забиваются все параметры и, соответственно, рассчитываются теплопотери дома. Плюс еще можно поговорить с заказчиком о каких-то дополнительных строениях, чтобы заложить сразу, а не создавать ему лишних проблем потом. Ну и из этого, соответственно, подбирается уже котел. Какие вы расчетные параметры берете внутри дома? Какая должна быть температура? Для нежилых помещений 20-22, для жилых 22-24. То есть, по факту, если будет минус 35, то вполне возможно, что 25 градусов тепла не гарантируем, а будет 20, условно. Если будет, скажем так, пару недель минус 35, это будет плачевно. А если будет пару дней, то можно даже не почувствовать. Ну это нормально, потому что при таких экстремальных морозах почти все добавляют, в случае чего, этими масляными там радиаторами. Что насчет конденсаторных котлов или конденсационных вещей? Конденсационные котлы. Любят их люди или не особо? Их любят в Европе, у нас они дорогие, никак не субсидируются государством, поэтому, наверное, процентов 15. Я тут недавно узнал, что конденсат, который из них вырабатывается, вот значит или нет, его нельзя в септик сливать. Да, конечно. Потому что бактерии дохнут от этого. Да, нужен нейтрализатор конденсата, все верно. Да, и как он? То есть это как бы отдельный какой-то прибор или что? Это, грубо говоря, ванночка с минералом, в который попадает конденсат и только после этого попадает в канализацию. То есть в нем он нейтрализуется. А, и тогда все нормально? Тогда бактерии с удовольствием это кушают? А, и мы такое ставим, да? Да, ставим. Понятно. А напольные котлы люди наши любят или все-таки настенные? Я вот фанат настенных котлов. Мне кажется, они проще, легче поставить и дешевле, не понятно, зачем переплачивать. Мне кажется, где-то ближе к Москве и в области люди больше по настенным котлам. А тот, кто чуть дальше живет, если мы на них заключаемся, они любят все-таки что-то такое массивное, напольное. Какая из конструкций, на твой взгляд, более надежная? Первое, напольный котел тысяч за 200 рублей, такой хороший. Либо, как альтернатива, два настенных котла тысяч по 50. Мне больше льстит конструкция с двумя настенными котлами. Во-первых, это фактически резервирование, если у тебя их два. Во-вторых, даже если, не дай бог, поломка, замена его на менее по деньгам бьет. А за напольным, ну, немножко другой уход. Обслуживать его намного сложнее. Но, тем не менее, у нас люди зачем-то их используют. Но мы не против, пожалуйста. Скажи, пожалуйста, ты делаешь, насколько я понимаю, проекты по электрике. Скажи, пожалуйста, из каких этапов состоит твоя работа? В принципе, по электрике проекты делаются так же, как и по УК, только со своей спецификой. В начале мы получаем от заказчика техническое задание, в котором он высказывает свои пожелания. Соответственно, мы это техническое задание отрабатываем и отправляем заказчику на согласование. Он смотрит, советуется с семьей и, соответственно, уже дает нам свою резолюцию, что подправить, либо все устраивает, и мы продолжаем дальше. В техническом задании, что там он, например, говорит, «Хочу вот здесь стиральную машину, вот здесь хочу телевизор». Он же не понимает ничего по идее в этом? Хотят с тобой посоветоваться, наверное. Да. И, соответственно, мы уже, исходя из опыта работы, предлагаем им свои варианты какие-то и уже отработанные схемы. Заказчики, в основном, упускают это внешние выводы, потому что въездные группы, беседки, бани, они об этом вначале не задумываются. А потом это уже выполнить немножко сложнее, когда уже чистовая отделка в доме завершена, и вот эти моменты лучше предусмотреть на этапе проектирования. Новогодняя подсветка. Новогодняя подсветка, да-да-да, ландшафтное освещение. Это очень красиво смотрится, и многие эти моменты упускают. А когда уже они эти моменты видят у соседа, и им это тоже хочется сделать, но уже с другими либо затратами, либо уже невозможно выполнить. Ну, фактически приходится там что-то, провода какие-то вешать дополнительные. То есть в кабель-канале вот это все уже некрасиво, то есть, соответственно, это уже другой уровень. Поэтому вот эти все моменты мы обозначим и предлагаем заказчику. Когда мы общались с инженером по ВВК, забыли одну вещь сказать, что люди часто забывают полив. Потому что когда дом строится, вроде как глина, человек об этом не думает. Как дом построится, начинают посадки и думают, а как же мы будем поливать? И давай там шланг как-то подключать, там кран. Через окно выкидывать. Через окно и так далее. Лучше же предусмотреть сразу трубу с краном, да? Похожая вещь на новогоднее освещение. Да, и вот эти моменты мы все доводим до заказчика. У нас есть бриф, по которому заполняется техническое задание. И основные моменты, которые стоит обратить внимание, вот эти все моменты у нас там обозначены. Так, значит, ТЗ согласовано, дальше что? И я уже приступаю к расчетам. Я формирую однолинейную схему. Это, грубо говоря, щит. Грамотно собранный щит – это, ну, основная безопасность дома. На щите мы не экономим. У нас отдельными группами защищены это стиральная машина, посудомоечная машина. Ну, все мощные потребители. На этих мощных потребителях многие, ну, скажем так, шабашники экономят. На одном кабеле очень много потребителей. Впоследствии чего автомат начинают вышибать. И многие электрики что делают? Если автомат вышибают, значит, нужно поставить больше номинал. А на больше номинал этот кабель не рассчитан. Вот, и, соответственно, получается, что кабель греется, автомат не отключается, и со временем кабель уходит из строя. То есть он нагревается, ведет себя как кипятильник, изоляция отрезкается, и впоследствии уже начинает УЗО отрабатывать, если УЗО не, ну, предусмотрено. Опять приходит сельский электрик, ну, там еще кто-нибудь вырубает из схемы УЗО, и, соответственно, уже предпосылка пожара. То есть, ну, это основные, скажем так, ошибки, которые допускает там неквалифицированная рабочая сила. Да, и я, насколько понимаю, мы очень внимательно смотрим над тем, чтобы заказчик не влезал в нашу схему. То есть мы лучше бесплатно ему переделаем, если что-то надо, да. Как ты правильно сказал, у нас есть несколько степеней защиты, да, ну, все их можно все равно обойти. Ты рассчитал щит, рассчитал мощность, дальше что? Дальше линии ты делаешь? Да, я уже окончательно формирую проект и веду подсчет спецификации. После этого я отправляю заказчику. Заказчик смотрит, подписывает акт о выполненных работах, то, что проект закончен. После этого я передаю инженеру ПТО спецификацию, которую он заносит в 1С для формирования материала для бригады. Да, то есть ты фактически решаешь все в электронном виде в основном? В основном, да, но приходится иногда выезжать на объекты. Бригады быстро делают? Сколько вот времени занимает электрику? То есть опытная бригада и стандартный дом, они очень быстро раскидывают электрику. Буквально, ну, 2-4 дня, может быть, может даже раньше, можно уже было зашивать там каркасы либо пол. Ну что ж, спасибо, успехов тебе и счастливо. Всего доброго. Привет, Евгений. Ты сейчас считаешь, насколько я понимаю, стеновой комплект? Да, стеновой комплект. Отлично. Инженер ПТО – это тот, кто первый видит проекты. Я их смотрю, чтобы там не было помарок или лишних записей. После этого начинаю сам расчет. Тут у нас в 1С обширная база по узлам. Вот. По ним все считаю, забиваю в 1С, создаю заявки, и потом это уже идет снабжение. Да, я хочу заметить, что такой подход в малоэтажном стрессе, он только в нашей компании. То есть мы видим 202-й узел, да, вот опоры под 50-ю доску, 56 штук, и мы вводим в систему, а там уже автоматически рассчитано, что узел состоит из чего. Из опоры под доску, саморезы, там джут, если надо. И дальше это все разделяется автоматически на составляющие, и автоматически передается в снабжение. Спрашивали подписчики, каким образом удается 500 строй контролировать, да. И это вот одна из таких вот, может быть, секретов, да. То есть чтобы в проекте конструктора сразу указывали, какие узлы, таких соединений столько, таких столько, таких столько, таких столько. Там где-то в погонных метрах, где-то в штуках, да, где-то в кубах. Ты это вводишь, система разделяет сама на составляющие. Сама на заявки, там одно идет на наш склад, одно к поставщикам. И, соответственно, все это потом съезжается на объект. И потом инженер технадзора тоже это все проверяет по этому узлу. Я считаю, что это неплохая система, как ты считаешь? Ну да, и довольно быстро, и плюс конструктора и проектировщики могут заниматься чисто проектами. Да, но прорабы ругаются иногда. Бывает такое, да? Ну ничего. Все, спасибо. Когда-то это был демо-дом наш, площадью 106 квадратных метров. А теперь мы такие дома не строим. Поэтому этот демо-дом заселен сотрудниками. Когда мы достроим Плазу, мы туда все переселимся, снесем этот дом. Сейчас в этом здании находится отдел R&D. По-русски это называется НИОКР. То есть это отдел разработок. Это там, где разрабатываются новые модели, новые технологии. Мы сейчас у них как раз пойдемте познакомимся. Илья, привет. Привет. Я на входе в здание говорил, здесь у нас отдел R&D. Расскажи, пожалуйста, чем он занимается? Потому что этого отдела точно нет, мне кажется, ни в одной малоэтажной компании. Наш отдел появился недавно, в 2017 году. Основной задачей нам поставленной было, соответственно, повышение качества домов, применяемых материалов, используемых применяемых узлов, поиск новых решений технологических, соответственно, анализ рынка не только российского, но и мирового. Михаил, скажи, пожалуйста, какими задачами ты сейчас занимаешься? Сейчас я занимаюсь изучением системы вентиляции, предоставленной недавно вами. Новый проект по вентиляции, мы сейчас смотрим аналоги конкурентов, сравниваем. На статье подписчики много комментируют конкретные ссылки, да вот есть датчики, да вот есть то и все, то есть есть конкуренты. Я отвечал многим. Мы не заморочены на определенных брендах, да, то есть мы с удовольствием готовы рассматривать разные варианты, в том числе и если есть более дешевые, но с нормальным качеством, мы только за. Рынок небольшой, но есть несколько предложений, поэтому мы их рассмотрим. Я, насколько знаю, вот с Ильей мы разговаривали, что сами они не очень дорогие, а вот эти все загибы, они какие-то безумно дорогие, да, получается? Именно прямо вот сейчас я именно вот в сегодняшний день весь трачу на то, чтобы изучить конкурентов именно в воздуховодах. Главная задача ее пропускная способность. Сколько воздуха может проходить через нее? Это самая главная задача, а дальше уже там, конечно, насколько комплектация, множество фитингов, удобство применения и дополнительные функции, которые там гибкость, тишина. Так, вентиляция, до этого чем? В прошлой неделе мы занимались немного не специализированной задачей, а мы изучали наш проект и смотрели проблему с кирпичом, у нас небольшая была, мы его оптимизировали и сейчас решаем. По количеству много оставалось? По количеству и по тому, как вообще строят, решают, почему не исполняют узлы иногда, рекомендации, как улучшить техническую документацию, отправляемую на объекты, чтобы она легко читалась и была супер доходчива. И давайте мы к Елене подойдем, спросим. Сейчас основная задача, я занимаюсь комплектацией наших проектов серийных и, в частности, тем, как эта комплектация освещена на сайте. Потому что наши дома очень насыщены всякими фишками, всякими техническими, грамотными деталями, проверкой технадзора и такие вещи, которые не делает никто. Но при этом мы об этом практически ничего не говорим. И сейчас я занимаюсь тем, что на сайте доношу информацию до наших потенциальных заказчиков, что входит в комплектацию домов, какой объем вообще всяких плюшек они получают. Я хочу конкретный пример привести, который сейчас произошел в Казани. Мы залили не тот бетон. Причем бетонные узлы стараемся использовать только сертифицированную смесь. Мы эти бетонные узлы проверяем. Тем не менее, иногда случаются случаи, что бетон плохой. Фундамент залили и теперь мы его разбиваем. То есть для заказчика это абсолютно бесплатно, мы берем на себя ответственность. В случае, если бетон даже не по нашей вине не набирает прочность, мы этот бетон разбиваем. Но до этого мы об этом ничего не писали. Именно эту степень ответственности, которую мы несем за каждый элемент дома, за каждый этап стройки, вот сейчас я эту информацию доношу через сайт. Что получается? Да, наши фундаменты дороже, но там есть определенные фишки, в том числе некая степень ответственности. В том числе и технадзор, о котором мы сейчас поговорим чуть позже. Проекты какие интересные? Последний проект какой ты вывела? Последние мы вывели два проекта из Паратерма, из крупноформатного блока. Это не совсем наша технология, но мы их доработали, довели до ума и вывели. Еще сейчас в процессе вывода в этом месяце выйдут обновленные проекты СП-265 и СП-190. Это проект брусовые, но по нашей ноу-хау технологии с большими панорамными окнами. То есть мы научились брусовые дома внедрять большие окна. А также в перспективе, в будущем у меня есть новое понимание, как должны выглядеть серийные дома. Фактически уже в голове есть формула серийных домов. Новая линейка будет еще лучше. Отлично. Значит, 237 дом содран практически всеми конкурентами нашими. Они не успевают. Мы его переделываем, постоянно улучшаем. Да, но тем не менее, он есть у всех, да? У всех. Что касается 265, потому что он более сложен технически. Там действительно некая ноу-хау. Мы потом обязательно покажем, в чем оно стоит. Там часть стен работает по принципу... С усадкой, а часть без. Часть стен работает без усадки. Удалось ли кому-то повторить? Построенных домов я точно не видела. На сайт лепят любые картинки, просто не глядя. А потом думают, как строить. Берут нашу визуализацию, вставляют и говорят, мы все построим. Естественно, построить никто не сможет. Мы рады, что мы впереди. Что ты думаешь насчет вот этой технологии, которая факверка брусовая? Ну, я думаю, что точно перспективная технология. Потому что мы знаем, что дома из бруса очень популярны. Они очень нравятся заказчикам. Они экологичные. И мы знаем, что фахверк тоже нравится заказчикам. Но немножко дороговат он. Поэтому меньше распространен. Он еще пугает большими окнами. Они иногда боятся, что это как в стеклянной коробке. И второе... Ассоциируется с каркасниками. Поэтому вот вата, перуга. И вот этот фахверк, брусовой дом, он полностью убирает обуви. А в брусе есть такой... Но это не недостаток. Это для некоторых заказчиков недостаток. Да, что перерубы, они на внешний вид влияют. И внутри помещения они торчат, как бы место занимают. И некоторые заказчики хотят от них отказаться. И вот фахверкобрусовая технология, она как раз позволяет соединить преимущества этих двух технологий и убрать недостаток. Смотрите на сайт. Ну, я хотела еще об одну вещь рассказать. Если это не будет спойлером и вообще раскрыванием секретов, то что мы еще один сервис планируем на сайте запустить в ближайшее время, это калькулятор отопления. Да. Значит, он будет заключаться в том, что заказчик сможет рассчитать стоимость отопления на свой будущий дом. Выбрав температуру в доме, какую он хочет комфортную для себя поддерживать, выбрав толщину стен, которую он может или хочет себе купить. Можно также будет выбрать окна, какие-то варианты дверей и будет получать стоимость отопления за отопительный период. Причем на разном виде топлива, смотря какое у него отопление. Может быть, у него будет электричество или газ, или он дровами будет топить. Забивает все это и получает цифру. Да, я хочу тоже сказать, что я участвую в этом проекте. Проект очень интересный, даю вам действительно спойлер. Мы сделаем это не только для наших домов. Мы потом пойдем дальше. Мы сделаем это, чтобы любая компания могла или любой потенциальный заказчик ввести некоторые параметры своего дома, площади, того-того-того-того, ввести и обсчитать любой проект, в том числе не наш, сколько он будет съедать денег на отопление. И потом мы еще ввезем разные регионы, потому что в Москве один климат, в разных регионах другой климат. Мы добавим разный режим эксплуатации, потому что кто-то планирует только в Новый год, на выходных, кто-то круглогодично. Дальше разные люди любят разную температуру. Мы еще учтем, я уже узнал, как учесть умное слово, инфильтрация. Вот, инфильтрацию воздуха. То есть мы учтем, либо человек будет проветривать. Есть вариант с вентиляцией, есть с рекуператором, от этого тоже зависит. Вот эти все-все-все факторы мы учтем. Сделаем бомбу. Потом это все увидят и начнут у нас сдирать. Но, по крайней мере, мы первые это сделаем. Это точно очень интересная штука будет. Друзья, мы с вами обошли на самом деле много отделов, но не дошли до самых главных отделов, которые находятся вот здесь. в нашей Плазе. Тут есть маркетинг, тут есть много инженеров, тут есть менеджер клиентского отдела, IT-служба. То есть очень много всего интересного строители находятся вот здесь в Плазе. Друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, понравился вам или нет этот выпуск, понравилась ли вам информация об отделах нашей компании. Если понравилось, ставьте лайки, напишите в комментариях, стоит ли дальше снимать в будущих выпусках другие отделы. чтобы показывать вам подробности того, как работает наша компания. Привет, друзья! Это на самом деле не съемка эротичного фильма, эротического. У нас тут небольшое дело. Сейчас, секундочку, пожалуйста, минуточку. Так, друзья, спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. Пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментарии. Компания Goodwood всегда с вами. Она за здоровый образ жизни. Награйте в проруби. Всем пока! Ура!